Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я встала полчаса назад, но всё валяюсь на кровати, листаю инстаграм, листаю ютубчик и никак не могу собраться силами и встать, наконец-то. Сегодня я должна встретиться со своей подружкой, с которой мы уже не виделись полгода, прикиньте. Мы только переписывались, так общались, в последний раз виделись полгода назад, поэтому дела сегодня дофига. Ещё хочу заглянуть к стоматологу, снять для вас как можно больше материала, поэтому надо уже потихоньку вставать. А это мои реснички нерасчесанные, мне они нравятся. Хотя читала вчера комментарии, что-то все говорили, что перебор и так далее. Нет, мне нравится, я прям куколка с ними. Ребят, я нуждаюсь в вашем совете. Посоветуйте мне, пожалуйста, что-то. У меня такая проблема, знаете, кровоточивость дёсен. Она меня настолько задолбала, прям задрала. Никогда у меня этой проблемы не было. Но я носила брекеты 3,5 года. И у меня начали кровоточить дёсна. Я об этом говорила стоматологу. Он сказал, что просто зубки шевелятся. Из-за этого это всё происходит. И скоро этого не будет. Но брекеты я сняла, ситуация не исправилась. Время от времени я иду и делаю чистку зубов профессиональную. Мне в дёсна колят витаминчики. Но несмотря на все эти процедуры, всё равно вопрос не решается. И это меня начинает раздражать. Слава богу, от прыщей избавилась. Избавиться ещё от этой проблемы. И Айка просто будет счастливым человеком. Короче, это меня очень сильно парит на самом деле. Хоть и кажется, что это ерунда. Но в конце может быть такой исход, что придётся удалить все зубы. Прикиньте, даже такой исход есть. А я такой человек, я не люблю рисковать. Поэтому нужно вовремя обращаться к врачу. Я уже провожу эту процедуру, наверное, третий раз. Мне делают уколы в дёсна. Каждый раз иду, там 4 укола. Не знаю, что именно колят. Но по факту становится чуток получше. Поэтому я хочу возобновить. Потому что сейчас осень и как бы обострение. Вот. Такие вот у меня зубки. Всё началось после этих ужасных брекетов. Три с половиной года мучайся, а потом зубы в таком состоянии. Когда мне сняли брекет, у меня зубы были матовые. Я сделала отбеливание и всё стало ещё плачевнее. В общем, негативный опыт. Собрала я свою постельку, сделала порядок, помыла полы. Посмотрите, какая у меня здесь чистота. На балкончике моём. Отдраила всё, что возможно. На улице обалденная погода. Мне уже пора начинать одеваться. Потому что в 5 мы должны увидеться с моей подружкой. У меня вот реально столько одежды. Я всегда мечтала, что у меня было дофига одежды. Не важно, брендовый, не брендовый. Но чтобы был всегда выбор. И вот реально я просто не знаю, что же надеть. Выбираю что-то, думаю, нет, у меня есть и круче. У меня есть лучше. И вот так вот целый час. Смотрите, сколько у меня джинсов. Я один раз считала, у меня было 23 пары джинсов. Ну, красота. Несмотря на то, что на улице сейчас очень-очень жарко. Я всё равно решила надеть кофточку с длинными рукавами. Просто потому, что вечером становится холодно. Это тоже мой заказ. Шейн, как вы видите. Размерчик XS. Правда, видео немножко вам искажает изображение. На самом деле, эта кофта немного темнее, чем вам кажется на видео. Вот её и надену как раз. Осталось выбрать только низ. Несмотря на то, что все мои подписчики, наверное, будут писать джинсы скини, это антитренд. Ну и что, мне выкидывать свои все скини джинсы? Да нет, ни за что, никогда. Надену вот так вот. Мне нравится. Нет, девочки, я всё-таки передумала. Решила надеть вот эти джинсы. Здесь как раз красные клубнички сочетаются с кофтой. Топ. Я так смотрю на себя, и честно, мне вообще не нравится. Джинсы слишком большие, они мне длинные. Не знаю, как-то не по мне вообще. Как вам? Пишите в комментариях. Мне ужасно жарко в этом. А вот так мне куда больше нравится. И хотя бы мне не жарко в этом. Потому что на улице очень жарко. Я делала такую футболочку, как раз никуда её не выгуливала. В первый раз. Дебют. Вот, пойду вот так. Я опаздываю, кстати, надо быстрее. Пошевеливаться, чтобы она, бедняжка, меня не ждала. Лентяйку такую. Ну всё, я в лифте, я жутко опаздываю, как всегда. Но знаешь, что Сада тут моя подруга. И она тоже всегда опаздывает. Так что как раз. Мы решили далеко не ехать там до бульвара и так далее. Она живёт рядом со мной. Поэтому увидимся где-то поблизости. Поэтому и выбрали это место. Я сейчас обожралась. Я вам, правда, не показала во влоге. Не успела. Я сегодня как белка в колесе просто. Я поела сегодня настоящие натуральные суши. Не роллы. Настоящие суши. Они были просто обалдеть. Какие вкусные. Обожралась. Теперь идём пить чай. Погода тоже обалденная. Хорошо, что я оделась легко. А то было бы жарко. Просто я боялась, что вечером будет прохладно. Посмотрела прогноз погоды. У нас 32 градуса, ребят. 32. Куда ещё лучше. Так что бежим за скоростью света, чтобы меня не ждали. По дороге я встретила своих подписчиков. Они такие милые. Прямо синяшки. В общем, мне подруга отправила voice. И говорит на азербайджанском языке. Говорит, что давай через 10 минут увидимся. То есть 10 минут шестов. А я это подумала без 10-6. Я решила подняться наверх. Короче, поднялась наверх. Ещё раз слушаю voice. Я понимаю, что она не так сказала. Поэтому опять спустилась. Два-три раза делаю одно и то же. Поэтому у меня весь день на прикосяк. Из-за своей тупости. Но я как раз думаю, если что, зайду к стоматологу. Как раз я хотела к нему заглянуть. Просто уточню насчёт своих процедур. Как, что, почём. Вот. Сегодня, естественно, ничего делать не буду. Потому что если он мне начнёт лечить зубки, то потом нормально мы не посидим с подругой. И не поболтаем. Не покушаем, не похомячим. А так нельзя. Я уже на месте. Решила подождать. Садет уже здесь. Здесь очень уютненькое местечко. Открыто вот так. Вот свежий воздух. Классно. В общем, атмосферно сижу. Короче, я уже на месте. Жду садат. И вы знаете, даже в таком прикиде мне было безумно жарко. Такая жара стоит на улице. Хорошо, что я не одела длинный рукав. Тёплые брюки. Также, вы знаете, надо было выходить из дома в платье. Потому что очень жарко. Пока жду, расскажу вам. Я успела ещё заглянуть к моему стоматологу. Мы с ним обсудили план лечения. Я хочу белые зубки, здоровые, здоровые дёсна. Он мне говорит, что ты как-то паникуешь, так скажем. У тебя всё нормально. Он говорит, что нет никаких особо таких проблем. Это не критично. Но всё равно. Здоровье – это главное. И если есть проблема, её нужно решать. Люблю я это место, потому что оно находится недалеко от моего дома. И самое главное, я здесь всегда заказываю одно и то же. Их фирменные вафли в шоколаде. И ещё мельком я увидела, что соседние столики заказывают то же самое, что и я. Каждый раз. Мне кажется, это их короночка, эти вафельки в шоколаде. Пробовала не только здесь, но и в других местах. Мне эти вафельки очень нравятся. Они мягкие, ещё с шоколадом. Это получается просто нечто. Надо, кстати, в Ютубе найти рецепт и попробовать приготовить в домашних условиях. Мы, кстати, с Адатой договорились, что в следующий раз она придёт ко мне в гости. И я что-то придумаю, что-то приготовлю сама. И в домашней обстановке посидим, поболтаем, поговорим о том, о сём. В общем, посидели от души. Здесь, кстати, много таких вкусняшек интересных. Шоколадки. Это моя подружка, учительница английского языка. Мы посидели, поели. Я зашла в туалет поправить макияж. Хорошо, что я оделась легко, ребят. Так жарко. Это прям ужас какой-то. Я уже, наверное, сотый раз вам об этом говорю. Сейчас мы хотим пройтись по магазинам немножко. И напоследок с подругой решили пошопиться. Ей очень понравился вот такой плащ. И особенно в этом цвете. Смотрится очень красиво. Она примерила. Мне очень понравилось, как сидит на ней. У неё вообще такой стайл. Она любит подобные вещи. И даже больше мне понравилось именно в раскрытом виде. Когда пуговицы не застёгнуты. Вообще смотрится офигенно. А я себе присмотрела вот такой вот жакетик. Или как правильно его называют кардиган. В примерочную я уже направляться не стала. Просто сверху накинула. И вот вам показала. Всё меня устраивает в нём. Единственное, он какой-то неприятный на ощупь. И мне кажется, он не особо будет греть. Поэтому я немножко подожду, пока уже выйдут зимние вещи. И уже потом решу брать или не брать. А если я возьму этот кардиган, я просто уверена, что мама начнёт надо мной угорать. И говорит, что нафига ты его купила? У бабушки есть такой же. Могла бы время от времени носить его. И мне нравится именно, когда он такой большой. Такой, знаете, оверсайз. По мне смотрится очень круто. Не знаю, напишите, пожалуйста, своё мнение в комментариях. Именно этот в расцветке мне так себе не очень понравился. Также были интересные платья, которые я, опять же, мерить не стала. Мерить было неохота. Но смотрится неплохо так. Короткий рукав и тёплое платье. Ну, так себе. И вот такие вот пиджаки. Коротенькие. Если бы ещё была бы юбочка к ним, то обязательно бы взяла. Но, к сожалению, юбки не было. Был только пиджак. Дальше мы начали смотреть сумки. Потому что подруга Сады отхотела себе сумочку. Ей больше всего понравилась эта серая сумка. Она смотрится неплохо, но единственное, у неё золотая фурнитура. А мы с ней хотели именно серебряную фурнитуру. В принципе, сумки были неплохие, но я всё-таки решила брать более дорогие сумки. Именно сумки и обувь решила брать дорогие. Можно даже брендовые. Полазаю в интернете, выберу себе модельку. Вы знаете, дешёвые сумки покупаете, и буквально 2-3 месяца фурнитура темнеет, что-то где-то рвётся и так далее. Хочу себе дорогую сумочку. Ну как дорогую? Относительно дорогую. Но чтобы она была не кожаная. Потому что я не ношу ни мех натуральный, ни кожу. После того, как Сады откупила себе сумку, мы направились уже в другой магазин. Здесь очень удобная, примерочная. Были скидки на лезние вещи, а значит, Айка решила мерить. Мне очень понравилось это платье, но это размер L. Он мне большой в талии, хотя на видео это не совсем заметно. И разрез мне очень нравится, который совсем невысоко расположен. И расцветка классная. Подруга сказала, что очень мне идёт этот цвет. Но, к сожалению, из-за того, что нету моего размера, пришлось не брать, так скажем. А так, офигенное платье. Вторую модельку я сразу не поняла. Кажется, оно очень короткое, но я его неправильно надела. Это шорты платья, так скажем. Смотрится очень даже ничего. Я вообще люблю, когда платье вместе с шортами, если ветер подует, а у нас в боку город ветров, у нас такие ветры. Мама, не горюй, так скажем. И вот это то же самое. Здесь шортики у нас, и сверху открытые плечи. Как вы знаете, Айка обожает открытые плечи. Размерка S. И осталась одна единственная. Все большие размеры были проданы. Я, кстати, немножко удивилась. Если девушка в теле, навряд ли ей подойдёт такой фасончик. Наоборот, обычно самые маленькие размеры подобных фасончиков бывают распроданы. Но не в этом случае. Повезло мне. Дальше есть такой вариант. Тоже летние классно. Хотя сезон заканчивается, но просто на эти платья была 70% скидка. И получалось, что они стоят всего 40 монат. Поэтому я решила брать. Конечно же брать, просто надо было выбрать. А я, если честно, в попыхах не люблю выбирать. Садок немножко торопилась. Поэтому особо так долго думать у меня времени не было. Надо было быстренько брать. И я определилась. Дома обязательно вам покажу. Хотя вы уже видите, что я взяла. Ну всё, мои хорошие, я уже дома. И я опять кайфую от своих ресничек. Классно мы посидели, пообщались. Немножко, если честно, сада стеснялась. Поэтому во влоге особо её показывать не стала. Она по-русски не говорит. Но зато она замечательный учитель английского языка для азербайджанского сектора. Вот об этом я вам говорила. Помните, я вам на Макбанке говорила, что мне сложно собрать всех своих друзей в одну компанию, например, на свой день рождения. Потому что кто-то не говорит, например, по-русски, а кто-то говорит только на русском. И не может просто себе позволить говорить на азербайджанском. И как собрать этих людей вместе? Кто-то, например, не очень долюбливает друг друга из моих друзей. Такое тоже, кстати, есть. Поэтому я решила всё-таки до дня рождения ещё до хрена. Я ещё сижу рассуждаю на самом деле. Но уже думаю о таких моментах. Наверное, буду в семейном кругу отмечать. А потом со своими друзьями с каждым встречусь отдельно. Посижу, попьём чаёк, кофеёк, покушаем и решим. Что решим? Отметим. В общем, я кое-что купила. Мам, как тебе моё приобретение? Не понравилось? В общем, были скидки на летние. На летние. И вечно очень качественная вещь. Это не какой-то шерпотреб тебе. В общем, померила несколько платьев. Были скидки просто офигенные. Поэтому купила за хорошую цену. Сейчас померю и вам покажу. У мамы что-то такой взгляд. Маме, видимо, не понравилось. А мне очень нравится. Я его в магазине тоже показывала. Вот здесь шортики у меня получаются. Удобно. В таких коротких платьях обычно неудобно, потому что нету снизу шортиков. А здесь прям самое то. Вау. Села идеально. Красоткой я буду следующим летом. Вы запомнили? Короче, мне очень нравится. Смотрится безумно женственно. Открытые плечи, как я люблю. И у мамы такой взгляд. Ну, блин, мне нравится. Нигде нитки не торчат. Сидит офигенно. Почему нет? Почему нет? Не знаю, интересно ли вам. Хочу показать поближе платье. Мне оно очень нравится. Вот реально. Приспущенные плечи. И внутри здесь такая подкладочка. То есть можно без лифа спокойно носить. Ничего видно не будет. Мне нравится. Вот я прям довольна, девочки. И швы все ровные, и внутри подкладка, и замочек такой аккуратненький. Прям супер. Я довольна. Даже можно было взять два платья таких. Ну, платья-шортики, так скажем. У меня размер S. Хотя здесь не написано. Где-то был размер. Уже сейчас не наеду. В общем, такое платье я безумно просто довольна. Мне очень нравится покупка, несмотря на то, что маме совершенно не понравилось. Ну и что? Вообще, я не люблю зимние вещи покупать. Я обожаю покупать летние, откровенные какие-то наряды. А вот зимние вещи вообще неохота буду донашивать то, что у меня есть. На этом все, мои хорошие. Я уже буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Завтра у нас с парнем два года отношений. Поэтому, наверное, я ничего снимать не буду. Не буду снимать влог. А как-нибудь в следующих влогах покажу вам подарок, который он мне подарил. И что подарила я. В общем, все в подробностях расскажу вам обязательно, девочки. Обязательно. На этом все. Мне будет безумно приятно, если ты подпишешься. Я буду еще больше стараться создавать контента. Так что не пожалей для меня эту кнопочку. И нажми подпишись. Всех люблю. Всем пока.